Здравствуй. Рэпст. Здравствуй. Вы откуда? Прекрасный украинский город-герой Харьков. Город-герой Харьков. А ты откуда? Украинский. Я из Краснодар. Краснодар. Это какая государство? Краснодар. Это Российская Федерация. Почему Российская Федерация? Так сложилось исторически. Вот и ответь тебе. Почему украинский? Так сложилось исторически. Сколько Харьков находится на территории Украины? Всю жизнь. Сейчас свое существование. На территории Украины как независимого государства. Как независимого государства столько же сколько и Краснодар находится на территории независимого государства Российской Федерации. Но Россия и Российское государство Российской Федерации это одно и то же. Ну да. Потому что у вас в Конституции прописано, что можно как говорить как Российская Федерация, так и Россия. У нас также в Конституции прописано, что можно использовать Республика Украина, а можно использовать Украина. И Краснодарский край в составе Российской Федерации столько же сколько и Харьков в составе Украины. Угу. Ну ладно. Хорошо. Я понял. Что тебя не удивляет? Меня ничего не удивляет. Вот. Вот молодец. А вы, я так понял, украинский националист, правильно? Не, я не националист. А кто для вас Степан Бендера? Идейник независимости Украины. Кто-кто? Идейник независимости Украины. Так в учебниках написано. Ну, для вас он кто? Идейник независимости Украины. Ну, хорошо, спрошу по-другому. Для тебя он герой? Для меня он идейник независимости Украины. Я понял. Не герой, то есть. Что ты вкладываешь в слово герой? Ну, герой есть самая высшая степень государственного почета, награды. Он не был гражданином современной Украины. Статус героя Украины может быть только тех, кто был гражданином современной Украины. Он не был гражданином Украины, которая возникла в 91-м году, 8-го декабря, так как он еще в 59-м году. Я понял. Ну, его же как-то реабилитировали. В смысле реабилитировали? Что такое слово реабилитировали? Реабилитировали, это значит освободили от всех обвинений, которые... Так у него и не было никаких обвинений. Как это не было? У него единственное было обвинение, это подрывная деятельность Советского Союза. Но одним даже суда не было ни одного. Кроме немецкого. Немецкого тоже не было суда. Так а за что же его закрыли-то? Ну, его закрыли без суда, тогда не нужно было судов. Его закрыли за то, что он хотел независимости Украины. Не, извини, собрал, собрал. Бронислава Пиратского, по-моему, был суд у него в Польше. Вы поддерживаете вот этот акт о независимости Украины, который был? Естественно. Еще я должен не поддерживать акт о возобновлении независимости. Бронислава, не Станислава, а Бронислава. Это акт о независимости. Он предполагал независимость какой территории? Всей. Как планировалось... Как планировалось... Как планировалось в Украинской Народной Республике? Тогда УНР претендовала на все земли, в которых проживали этнические украинцы. Ну, за исключением там вглубь, если идти. То есть, то, что воспринималось как этнические земли украинцев, они УНР тогда претендовало на их все. Даже была начерчена карта, на которую территорию они конкретно претендуют. К примеру, то же самое Белгородская область, если обратить внимание, к примеру, Белгород строился великороссами. Русскими, в том числе, получается. А вот вокруг Белгорода, вокруг Белгорода все, что проживало, это проживали этнические украинцы. Поэтому я сейчас до сих пор в Белгородской области, вот, при граничьях, вокруг Белгорода, разговариваю о таком вот... Встречается украинский акцент, может быть, суржик, может быть, некоторые разговаривают по-украински, немножко измененные версии, а в самом Белгороде разговаривают по-русски. Потому что вот так вот сложилось, что вокруг проживали украинцы, а в городе, который сам Белгород, проживали как раз русские. Та же самая Краснодарский край. До сих пор существуют станицы, в которых проживают украинцы. 92-й год, путешествие на Кубань, видео несколько часовое, все его видели. Нет, это все понятно, еще при Екатерине II эти станицы здесь... Ну да, переселили черноморских казаков. В кавычках, блокпосты основывались, естественно, переселенцами. Вырезали горные народы, которые там были, заселили и украинцами, и русскими. И казаками, там, из верхнего Дона, из нижнего, там, с хопра, и так далее. Вот на эти территории претендовали, тем более напомню, что по итогам прекращения существования Российской империи была образована Кубанская Народная Республика, которую большевики оперативно задавили. Да, в принципе, да. Ну, смотрите, мы же сейчас все говорим, да, Америка великая страна, великая держава. Я так не говорю. Построена. Построена. Ну, так все говорят. Америка... Ты сказал, мы так все. Америка, действительно, могущественное государство. Это принято считать. Америка, могущественное государство. Ну, она только на крае на костях приехала. Да, воевали за независимость свою. Да, воевали. Тем, как они боролись за независимость... Те, кто приехали туда, никакого отношения к американцам не имели. Образовались колонии, куда завозили людей. И эти самые колонии потом начали воевать за независимость. Почему они называются Соединенные Штаты? Как ты думаешь? Изучал историю? Ну, по штатам не изучал. Потому что они присоединялись... Потому что это все были разные колонии. То есть, это все территории... Штат Небраска, Техас и т.д. Это все колонии были. И эти колонии присоединялись постепенно. И поэтому так и называлось Соединенные Штаты Америки. Я это все понимаю. Я это к чему-то привел. К примеру. К тому, что... Они, естественно, вылили все местное население практически. Они кто? Скажем так... Колонизаторы. Ну... Да. Так это британцам вопрос. К британцам... Я понял. Все. Все, я понял. Не, ну все. К ним вопросов нет. Это британцы. А к ним вопросов нет, да? Или есть все-таки? Это вопрос с британцем. Ну да. Американцы как раз наоборот сотротничали с индейцами. Теми, что остались. Понятно. Мельчаков? Здорово. Ты че ты меня с этим *** сравнил? Почему ***? Который за базар своими держать слово. Почему? Ну а как он у Стасика? Ай как просто оправдывался. За все свои слова. За слова. За свою симбольку, которую показывал. А все. Главное, что воины. Все. Ахал обычный. Воин за базар отвечает. Воин. Воин за базар отвечает. Да как он ***? Ты это видел х***у отъевшуюся? Сидеть себе где-то там в офисе ***. Человек, который там воюет, так не отжирается. Хорошо. Его отряд. Какой его? Нет у него никакого отряда. *** был обычный. Русич. Нету никакого отряда. Он обычный ***. Русич давно не участвует в боях. Ну окей. ***. Вот здесь последний раз получил *** под Харьковом в 22 году и все. Этот оправдывался *** все три часа. Ну так. Смешно. Да нет. Если вы *** продолжили вы. А так они в 22 году пару месяцев повоевали, получили *** и свалили. Конечно не официальное образование. Это официальное подразделение в составе ЧВК Вагнера. ЧВК Вагнер спонсируется в естественном обороне. Поэтому как бы все. Когда подразделение использует российскую вооруженную технику. Сейчас Вагнера. Вагнера. Вагнера что? Вагнера сейчас на Украине. Воюют так же. Просто все частные военные. Они все ушли в Миноборону. Все частные военные компании, участники, должны подписывать дополнительный контракт с Министерством обороны. Поэтому они продолжают быть в Украине. Кто вам такой сказал? Кто здесь нет? Кто-то ушел из Вагнера и ушел в Министерство обороны. Нет. Они остаются в Вагнере. Просто у них дополнительный контракт с Министерством обороны. Благодаря им платят деньги через Вагнер. А приказы поступают напрямую через Министерство обороны. Но чтобы получить приказы напрямую с Министерства обороны, чтобы были полномочия, у них должен быть дополнительный контракт с Министерством обороны. Это не означает, что они ушли из Вагнера. те кто отказались подписывать контракт они поехали на другие операции а те кто хотят продолжать участвовать на территории украины нужно подписать дополнительно контакт вместе с обороны но расчет происходит точно также через вагнер так как контракт и продолжает действовать нанимается через вагнер подписывают контракт и дополнительно контракт идет дополнительный через министерство обороны это разные вещи нужно знать все это номенклатуры чтобы понимать а их Это всего нужно понимать, что документ существует теперь. Ну хорошо. Ну они-то сейчас в основном все вагнера в Африке. Ты тебе такое сказал? Ну я видел, что большинство вообще в Африке. Ну насколько я знаю, по крайней мере по официальным... Что по официальным? По официальным новостям. Каким новостям? Ну приближённые к вагнерам СМИ. Это СМИ, которые публикуют работу Вагнера, которые не подписывают Министерство обороны. Остальные публикуются в Министерство обороны, то они не публикуют название отрядов, в которых участвуют. Так как все отряды, которые были ЧВК Вагнер, их присоединили под разделением Министерства обороны. Поэтому они по-другому называются. У них нет теперь собственных отрядов, которые участвуют на территории Украины. Из-за этого контракта. Но это продолжает быть чисто, как наёмники. И конкретные произведения ЧВК Вагнера и так далее. поэтому просто они когда участвуют они нигде не фигурируется что они из вагнера вот так состав из не изменится также напор идет только в африке отдельные заказы как все как и были собственно говоря просто вагнеру больше ничего нельзя публиковать кроме как африканских операций а почему кстати ну потому что остальное нужно согласовать министерство обороны это уже юридикса министерство обороны их это считается какие достижения тыс и тогда это было достижение часто чистоте почему калагнанта с писанием того нет но контакт это теперь достижение министерство обороны села время как ты считаешь пригожим жив без понятия я думаю что жив так скажешь но вряд ли вам этом скажет слишком много наговорил ну просто очень понимаешь тут больше всего тот факт играет что они они суткиным сели в самолет один ну как возможно логично ну никак нельзя этого нельзя было так возможно заявить о том что идет призыв идти на москву президент выступает говорит все это все они предатели а потом и будут наказаны а потом помил они горит не ну предатели бы накажет заявляю что эти все предатели они будут наказаны а потом отпускают и говорят оба и добавляют предатели мы все равно накажем а чек который отдавал приказ это не предатель то есть из рубрики с командир не внутри зрения понимаешь командир подразделения который отдает приказ идти на москву уже не является предателем не ну ты же понимаешь что а как как внутри ты будешь наказывать предателей чтобы это все дальше продолжить что им нужно делаться малый да подумаешь взорвали несколько самолетов вертолеты подозревали не несколько по моему один поле людей поле садат если бы было тех кого тело хватило мозгов потом отошли и через день после того как уже все закончилось кадрировцы пришли из появили мы готовы начать москву и то же самое начальник росгвардии москве тоже сказал все мы готовы защищать а там уже все закончилось не армия не оборона клоуны не считаешь что все правильно было у нас именно что именно правильно никого не стали осуждать и просто к отпустили а за что осудить надо было ну ты же сказал что все будут осуждены не за что судить надо было за военный мятеж каковы маятный мятеж на них первых напали на кого на первую обстреляна была база чего как в городской области стреляли со стороны севера до стрелял барабашка не какой-то есть какие-то доказательства ну каесте суда есть кроме как информация чего конвактора самого но кто ж им поверьте я не знаю я я только доказательства от вагнеров слышу ну да я же потом и говорим там опять же я не говорю что это они все возможны просто оказывается дед немножко с ума сошел какой а кого сказали про какого деда сказали ну про футбол не общаюсь я тоже не разбираюсь и не понимаю проиграл выиграл проиграл не будем зачем желаете по это тоже все понимали политика история война обсуждаем сражение и россии в украину политика история их что еще война обсуждаем сражение россии в украине война что что у вас войной вам кто-то войну объявил а нужно чтобы кто-то войну объявил чтобы война считалась гитлер например объявлял не объявлял войну не объявлял россии это раз во вторых и во первых россии тогда не было во-первых россии туда не было не объявлял не объявлял не объявлял хорошо просто вера вам в торс да также собственно говоря говорили вероломно второе значение вероломным означает вес объявления он объявлял а точно кстати даже говорили без объявления войны согласен с вами это хорошо россия это объявило что там спецоперанс как гитлер россия объявила спенсов иран такие гитлер поздки вашего вашего правительства и желто-блокитно которая там скакала на майданах и на прочем собственно говоря как и гитлер сорок первом году объявил о операции барбаросса по искренне всей этой коммунистической и которая проводила гипоцит немцев побольше тридцать третий годов так хорошо коммунистическую или как вы там сказали хорошо а польши он что объявлял больше когда польшу захватывал война была а война о венгрии о венгрии что венгрии ну венгрию это он тоже захватил он что я гулял я не помню объявлялась венгрии война или нет вы не помните хорошо а чехословакии чехословакии войны не было таки австрий он просто ее захватил хорошо хорошо франции что он объявлял франции объявила войны франция объявила гитлеровым до тихий ужас победила хоть не изначально проиграла на территории именно на территории именно франции они проиграли но выбили врага с со своих колоний в африке когда африк колоний до колониальная до колониальная страна колониальная империя колонии мы самые были распространенные колонии территории континента африки это великобритании франции она была по сути поделена пополам и тогда когда изначально туда зашли итальянцы и встретили французы и британцы то есть те колонии которые там были стали сопротивляться стали уничтожить оккупантов фашистского гитлер это заметил оголил частично свой фронт добавил туда своих войск и они тоже получили мягко говоря люлей поэтому по сути франция на своей территории проиграла но в целом войну вела до последнего и победила продана из за что потому что поскольку правительство все-таки было захвачено она не была основной частью антигитерской коалиции но при этом боевые при этом вооруженные силы франции участвовали войне до последнего и довольно таки успешно проблема франции заключалась в том что они после победы в первой мировой войне немножко загорделись и их армия была очень сильно отстала то есть во первых они до сих пор пользовались голубиной почты в отличие от остальных государств которые уже более-менее какие-то радио франция до сих франция до сих франция до сих пор использовала конницу когда остальные государства уже от нее отказывались то есть гитлер и шел на танках а французы могу строить их в основном преимущественно конницы то есть их армия хоть и было многочислено но крайне слабо технологически но это использовал потому что советский союз не умеет воевать поэтому они все что могли ты забрасывать собственно я почему такие большие потери были такие большие потери были удаст рекордные потери американцы 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 умели воевать чем американцев его тактика была тактика хорошо если вспомнить помните раньше от эти бои 18 века 19 даже когда этот ряды европейские стиле видение войны когда в рядом и тут кус солдаты строятся и стреляют друг друга американцы во время войны за независимость воевали против таких рядов и пришли к выводу что с регулярными войсками которые обучены это одну мягко говоря невозможно поэтому не поменяли свой стиль на такой партизанский и потом на основе этого про сороковые годы того века говорим правильно я понимаю или немножко мы говорим про войну это это и есть это и есть французы это и есть англичане это есть мы ушли в этничность я говорю о том что когда была война за независимость это меня перебивать вы поймете это были все выходцы из европы мы сейчас не об этом мужчина выходите это другое я понял давайте вам просто звук выключить договорю а то чувство я договаривать буду полгода поэтому ротик 0 тебя не слышно умничка понял молодец поэтому собственно говоря я просто одну фразу повторяю уже в 1 8 наверное это ужас дикий просто американцы до построили партизанскую войну против регулярных войск великобритании и властно кажучи модернизовала партизанский стиль вины и на основе него пошли обучать свою армию в итоге и строили обучение своей армии как раз на этом стиле поэтому да у них было четко отработана тактика она уже в те времена была более современно чем те стили ведения войны которые использовались то же самое советским союзом потому что советский союз модернизацию не производил просто добавлялась новые вид техники я тебя сейчас не слышишь тебе звук выключен но не быть таким ну серьезно поэтому не использовали хоть и советский союз использовал современные ведь техники на то время но пользуется он и совершенно не мог он не знал что такое построенная линия обороны не знаю как обороняться не знаю как использовать преимущество артиллерии и так далее все-таки рассказы о том что было бабло самая четкая тактика которая не знали это закидать вот так они и делали нам отклонились от темы ты наверно не понял да да я понял да ну давай ты меня слышишь кем не там хоть что-нибудь причем тут англичане мы про гитлеровскую германию говорим или когда в америке было там кивни когда тебе звук лечить все но я ему выключил звук видите дают который там пытаемся что-то рассказать уникальность вот она сидеть чтобы разумел и вот он сидит вот так вот с телефона пациент такой сидит с телефона и робот выключен с кем и спилкуется где ты чаю с кем разговариваешь у тебя шоу про море только лопату покажешь который как давать